Привет! До сих пор нет новостей о том, где продолжит карьеру Никита Гусев. Зато еще один российский форвард Максим Летунов подписал очень дешевый двусторонний контракт с Каролиной. Сан-Хосе он оказался не нужен. Но зато еще один российский хоккеист получил повышение в зарплате. Он бы мог рассчитывать на большее, но у него слабый агент. Менеджеры Сентуэса сразу дали понять, что заинтересованы в нападающем Иване Барбашове, хотя у него закончился контракт. Его защитили перед драфтом расширения, вовремя сделали квалификацию, как ограничено свободному агенту. И сейчас довольно быстро подписали новый контракт. Зарплата обладателя Кубка Стэнли повышена. Если по первому соглашению он получил почти 3 миллиона за два сезона, то за следующие два года положат на свой счет 4,5 миллиона. Правда, формально оклад в ближайшем сезоне будет увеличен лишь на 350 тысяч, но в чемпионате 22-23 все станет довольно неплохо. Договор односторонний, но в этом смысле ничего не поменялось. Барбашов в прошлом сезоне не был заметен. Всего 12 очков, 5 заброшенных шайб в 38 матчах. Но не забывайте, что с февраля по апрель он находился в списке травмированных, так как повредил голеностоп. Причем настолько серьезно, что понадобилась операция. А ведь к февралю Барбашова перевели в первое звено, в клубе пытались что-то сделать для улучшения ситуации. Это все характерно для Ивана. Очень умный и технично нападающий с одним огромным минусом – нестабильностью. Иногда он смотрится чуть ли не первым центром клуба, в творчестве превосходя Ирайна О'Райли. Но бывает, что скатывается на какую-то беготню и его не видно даже в третьей тройке. Впрочем, Барбашов никогда не играл откровенно плохо. Не выглядел так, чтобы его хотели посадить на трибуну. Претензии проявлялись в другом. Игроку предлагают довольно скромные условия, а сейчас зарплата не такая, чтобы восхищаться. Но и переживать не стоит. Барбашов нашел себя в Энхелл. Жаль, что его никогда не рассматривают в сборную. Он бы там пригодился. Китайский Кун Лунь окончательно махнул на предстоящий сезон и назначил главным тренером Айвана Занатту. 11 лет назад он даже пару месяцев поработал в СКА, но там быстро пожалели о назначении. Спартак провел первый матч в межсезонье, но скрыл его от посторонних. Известно, что обыграли собственный фарм-клуб. Химик 4-1. Дублем отметился Дмитрий Вишневский. О нефтехимику скрывать нечего. Самая веселая игра пятницы прошла в Нижнекамске, где нефтехимик встретился с экспериментальным составом Салавата Юлаева. Хозяева тоже были не в идеальных сочетаниях. Вне заявки оказалось сразу три легионера, но вряд ли с ними что-то всерьез поменяется. Правда, Евгений Ванников глупыми ошибками существенно понизил свои акции перед сезоном. Но и без того было понятно, что доверять будут больше Францу Торхема из Финляндии. Даже через две недели после начала сборов нефтехимик очень сильно напоминает Горняк, предыдущий клуб тренера Олега Леонтьева. Веселье на льду, ставка на атаку, желание добиться успеха за счет нападения, а не с помощью обороны. Смотреться таким нефтехимиком будет очень интересно, лишь бы руководители клуба правильно отнеслись к стилю и не нервничали из-за поражения со счетом 4-6 или 5-7. А они обязательно будут, ведь защитой у команды все очень плохо. Два легионера, Кнот и Клок помогут, но не сильно. Оба, по первому впечатлению, весьма среднего уровня, но, к сожалению для тренера, выделяются в нефтехимике. Впрочем, если команда будет играть так весело, то задача на сезон будет выполнена. Трудиться и пахать ради пулу, чтобы быстро вылететь в первом раунде, не самая лучшая задача. А с таким стилем команды хотя бы будут интересоваться. Пока нефтехимик по уровню популярности чуть повыше кулуня, а это очень плохо. Сибирь во втором матче межсезонья уступила Минскому Динамо 3-4 в овертайме, подвели удаление и игра в меньшинстве. У белорусов зажигает Денис Масалев. И последнее. «Атлант» стал победителем первого турнира межсезонья среди команд молодежной хоккейной лиги. В Череповце они обыграли всех. А уже завтра молодежная лига опубликует календарь на предстоящий сезон. А то мы уже заждались. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok